Друзья мои, цифровая история является в первую очередь общественным проектом, который создается при поддержке наших зрителей, за что мы не устаем их благодарить. Если вы заинтересованы в развитии нашего контента, вы можете оформить подписку на сервисе Patreon и тем самым поддержать цифровую историю. После этого вы станете сопричастны к созданию качественного контента, сможете смотреть бэкстейджи, разные интересные моменты со съемок и наших экскурсий, а также получите доступ к дополнительным материалам. Если же оформлять подписку у вас нет желания или возможности, вы можете поддержать нас единовременно по реквизитам, указанным в описании. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Приветствую вас на своем канале «Цифровая история». Сегодня у меня вновь в гостях Борис Григорьевич Кипнис. Здравствуй, Егор. И у нас для вас великолепные новости. Вышла книга Бориса Григорьевича под названием «Непобедимый». Это биография Александра Васильевича Суворова. Посмотрите, как роскошно оформлена эта работа. И я очень рад, что Борис Григорьевич выпустил эту книгу. По всей видимости, великолепную. Я вот только начал ее читать, но она меня с первых строк буквально захватила. Я вас поздравляю с Григорьевичем. Спасибо, не перехвали. Не сглазить будем. Счастлив и горд за своего учителя. Спасибо. Я сам счастлив. У меня же первая крупная книга, наконец. Ну, на подходе еще. Здорово. Ждем книгу про 1812 год. Друзья мои, приобрести книгу Бориса Григорьевича можно по ссылочке в описании к данному ролику. Ну, а сегодня мы с вами продолжим изучать итальянский поход Александра Васильевича Суворова. Эти события, которые, так сказать, разворачивались вокруг него. Да. В прошлый раз мы говорили о сражении при Аде. Ну, а сегодня поговорим о его последствиях. Да, естественно. И я надеюсь, что сегодня мне удастся в еще большей мере дать представление о Суворове как полководце и как стратеге. Потому, что все-таки при рассказе о итальянском и швейцарском походах больше сосредотачиваются непосредственно на сражениях. Конечно. Вот это такой момент, на котором я хотел бы заакцентировать внимание зрителей. Когда мы с Борисом Григорьевичем задумывали этот цикл, мы сразу решили, что мы будем рассказывать не только непосредственно о битвах, но и о том, что их окружало, о широком контексте всего этого. И о политике, и о дипломатии, и о социальной истории. Потому, что в этом контексте мастерство Икении Суворова еще более очевиден. Да, человек действительно должен быть показан на фоне эпохи и во взаимной связи с этой эпохой, людьми ее составляющими. И поэтому мы начнем на том месте, где мы остановились. Победа при Аде одержана. Что же происходит дальше? Я снова одену очки. Пожалуйста. Чтобы обратиться к своим конспектам. И вот 17 апреля на левом фланге капитулирует Селюрье. И теперь французская армия находится в полном уже отступлении на запад. А русская и австрийская начинают двигаться за нею к Милану, к столице Цезальпинской республики, к столице Ломбардии. Вообще, я подумал и хочу сказать нашим слушателям, что я бы им рекомендовал обзавестись атласом 1977 года. Западная Европа в контексте многотомного атласа мира. Вот такой том был выпущенный главным геодезическим управлением при Совмине СССР в 1977 году в Москве. Потому, что на нем очень хорошие, очень подробные карты. И для нас, что очень важно, Северная Италия выделена в отдельную карту на двух листах. Он вообще большой сам по себе, этот атлас. И где-то три четверти населенных пунктов там сохранились. Там несколько транскрибировались их названия, но они там есть. И дорожная сеть частично сохранилась, и она там представлена в этом атласе. Потому, что сколько бы карт это нужно, показывать карты непосредственно во время демонстрации лекций, я с этим абсолютно согласен. Но вот так вот, сидя дома с этим атласом, останавливая у себя течение лекции, обращаясь к нему, можно еще глубже понять суть происходящих событий. Потому, что вот как раз в работе о 2012 годе, который, я надеюсь, к лету закончить. Ну, вот такая ситуация, ты же видишь, я сейчас все силы бросаю на завершение толстенного тома, получится чуть под 900 страниц уже про это контра. Понимаешь, я с ужасом... Про Суворова. Про Суворова же в РХГ выходит, я с ужасом обнаружил, что я текста набрал на 840 страниц. Это издание источников Александра Васильевича Суворова, которые, с одной стороны, показывают его гений, ну, а с другой стороны, характеризуют его, скорее, с негативной стороны. Во всяком. И, значит, еще оказывается где-то как минимум на 70 страниц справочный аппарат. Это без именного указателя даже. Я в шоке ищу машинистку, которая бы меня не разорила при переводе рукописи в электронный вариант. Вот там еще 900 страниц. Представляешь, вот такой под 900 точно страниц. Том будет такой большой. После чего, как только у него примет издательство, я занимаюсь в 2012 годом. Так вот, уже тогда эта книга была начата в 2011 году. Был 1812. И там долгая история. Я думал, быстренько написать. В 2012 году издательство. Но тема увлекла. И я понял, что ни в какие юбилейные даты я не уложусь. И вот там я тогда впервые применил этот метод обращения к карте и к дорожной сети. И вот как только ты начинаешь въедаться в дорожную сеть, становится понятно и тактическое, и, главное, стратегическое мышление полководцев. Но это важно, конечно. Это очень важно. А сколько большую тайну. У меня недоделанная тоже работа, уже давно начатая, о военном искусстве древней Руси. Тоже опирается на источниковую базу. Там ничего не берется из головы, только от текстов. Я вас, Борис Григорьевич, вдвойне поздравляю. Ведь у вас столько всего... Мне это понятно. У меня тоже есть такая проблема, когда много всего начато, но ничего не закончено. Но вот все-таки уже что-то закончено. Я вас поздравляю. Хочу сказать, что там тоже есть кусок, посвященный Мстиславу Великому. Это сын Владимира Мономаха. Разобравшись с летописями и с картой, я понял, насколько было велико то, что сегодня мы назвали оперативным искусством. Вот так вот. И стали понятны пути, по которым на самом деле двигались рати. Так что это очень важно. Почему я такое делаю отступление относительно Атласов? Ну, вернемся в Италию. Вернемся, конечно, в Италию. Что же здесь происходит? Первым делом Суворов тут же шлет реляцию о сражении императору Павлу I. И надо сказать, что рескрипты, последовавшие по получению реляции, очень интересно раскрывают самого императора. Послушайте сначала отрывки из них. Павел, как только получил реляцию, тут же отвечал ему следующим рескриптом. Благодарю вас и храброе мое воинство. В нем слава моя и России. Побеждайте и восстанавливайте царей. Если бы настроения у Павла были бы подобного рода длительны, когда он хвалит Суворова и русское воинство, то, может быть, судьба бы Суворова сложилась бы и русской армии несколько по-другому в тот судьбоносный, как теперь принято говорить, год. Но, к сожалению, у Павла довольно быстро менялись настроения. Суворов получил за это сражение очень интересную награду. Император послал ему бриллиантовый перстень со своим портретом. Обычно бриллиантами перстенью награждались деятели культуры и искусства, как сегодня говорят. Портрет не посылался им. А здесь он совместил такое награждение действительно за искусство с награждением личиную собственной персоны. Причем сопроводил очень интересно. Он писал ему, носите его на руке, имеется в виду портрет в этом перстне, поражающий врага благоденствия всемирного, дай бог вам здоровья, а долголетие вашим опять молились в церкви, причем были и все иностранные министры. Таким образом, мы видим, что Суворов получает фактически два отличия. Материальный знак августейшего благоволения. И о нем молятся уже несколько дней в придворной церкви. С точки зрения веры – это та молитва, которая еще быстрее достигает Господа Бога. Так мало приглашены все иностранные послы. Чтобы вся Европа знала о том, какие победы одерживает русское оружие. Чтобы тут же были извещены дворы. Но Павлу в этот момент кажется, и этого мало. Послушайте, что там дальше написано. Я прошу прощения, я замечу, что дело не только в том, что дворы должны быть извещены о победах русского оружия. Я думаю, они и так должны быть извещены. Просто сам факт приглашения послов на этот молебен демонстрирует ту оценку, которую император дает сам, и которую он требует от этих дворов. Да. То есть, от всей Европы. И дальше очень интересно. Сына вашего взял я к себе в генерал-адъютанты. Сыну 15 лет. Генерал-адъютант – это, в общем, генерал-майор. Под табель о рангах. Это третья почесть. Вот такой награды ближние люди-фаворитов при Екатерине все-таки не удостаивались. Вот это павловское отличие от екатерининского времени. То есть, брат, скажем, Платона Зубова становился подполковником или полковником и флигель-адъютантом императрицы. Причем в армии подполковником. В гвардии он, наверное, был бы майором. Все-таки так легко она полковников не давала. Но флигель-адъютантом. Это на ранг ниже. Ниже, ниже, конечно. Это обер-офицер, штаб-офицер, дополковник включить, не более того. А здесь, представляешь, 15-летним юноши, генерал-адъютантство. Но мало и этого. Тут Павел мыслит логически. Дальше. Со старшинством. Это очень важно, чтобы он быстрее продвигался по службе. Но важнее еще другое. И оставлением при вас. Мне показалось, что сыну вашему и ученику неприлично быть в придворной службе. Вот так. Хотя придворная служба в оценочных категориях самая хорошая вещь, если делать быстро карьеру. Но Павел разумеет, что сыну великого Суворова при дворе оставаться не должно. Пусть он отправится в Италию. И там учится у собственного отца. Ибо кто же лучшим учителем может для него являться. До этого Аркадий был флигель-адъютантом при... Нет, не флигель. Камер-юнкером при великом князе Константине. Теперь же он вместе с его свитой отправится в Италию. И примет участие в Итало-швейцарском походе. И действительно, несмотря на столь юный возраст, это будет для Аркадия Александровича очень важно. И из него действительно довольно быстро выработается хороший боевой генерал. Вот так вот. Что же дальше? Ну, дальше, естественно, объявляются награды участникам сражения, как положено. А пока эти рескрипты и награды, отправляемые в Италию, движутся из Петербурга через всю Европу, происходит следующее событие. Французская армия находится в отступлении, как пишут и говорят в то время. Положение крайне незавидно. Левого фланга больше не существует. Он пленен. Правый фланг, из-за ошибок Шерера, более сильный, чем левый центр, под командой Виктора, фактически отрезан к концу сражения своим крайним положением и не соединен с центром армии. В результате Виктору и Лабуасьеру приходят с командующими дивизиями отступать на Павию. Это означает, что они начинают скатываться все южнее и южнее, все дальше и дальше отходят от центра армии, которая отступает один. Центр армия – это дивизия Гринье. Она должна отходить к линии Тинчо. Эта река составляет, собственно, границу между Пьемонтом и Ломбардией. И кратчайший путь – это через Милан к Пьемонту. Известие о поражении при Адде достигает Милана на следующий день. Там начинается паника. Директория, я напомню, что республики организованы были по французскому лекалу. Все чиновники Цезальпинской республики, все скомпрометированные своими республиканским поведением либо высказыванием, плюс французские чиновники, находившиеся в Милане и Ломбарди, спешно устремляются вместе своими женами, любовницами, слугами, экипажами на запад. Из Милана прочь на Турин. Дивизия Гринье, отступающая к Милану, прикрывает это бегство. Между нею и правым крылом разрыв около 40-45 километров. Соединиться им в этой ситуации невозможно. Таким образом, Суворов не просто одержал победу, не просто перешел рубеж ады, он расчленил французскую армию. И в отступлении она распалась на две части, которым с каждым часом становится соединиться все более и более трудно. При этом казаки висят у уходящих французов на хвосте. То есть, это классика. Вот как должно быть? Враг не просто побежден. Он побежден таким образом, чтобы армия его распалась, чтобы она как можно дольше не могла соединиться. А легкая кавалерия должна преследовать отступающих, не давая им передышки ни часу, чтобы они находились и под физическим, и под моральным давлением. То есть, чтобы противник начал разрушаться все быстрее и быстрее изнутри. А были ли панические настроения у французской армии? Или они все-таки отступали более или менее согласованы? Паника, как положено, начинается всегда в тылу. Вот там, да-да-да, хвоста мешки, вокзал отходит. Буквально в этом смысле тылы всегда очень ненадежны. Потому, что в тылах находятся люди, которые там оказываются для того, чтобы не быть на линии огня. Которые берегут свою жизнь, пуще чести и славы Отечества. И как только начинает пахнуть порохом или жареным, немедленно убегают как можно дальше. Считая, что они-то как раз составляют самую ценную часть. И армии, и Отечество. Ну, такова, увы, всегда природа тылов. Тут ничего поделать нельзя. Там и обмундирование лучше, и паёк жирнее, и всё остальное. Из-за чего всегда фронтовые части очень презрительно относятся к тылам. И тем, кто там служит. Довольно справедливо. Многих из них считаю уклоняющимися от службы. Но, правда, за исключением тех, кто были ранены. И теперь ограниченные годности, поэтому не могут действительно находиться на фронте. Полноценно выполнять свои обязанности. Когда там здоровые мордаты, кровь с коньяком, и совершенно нежелающие сражаться, ну, это тогда, конечно, плохо всё. Вообще, надо сказать, что моральное состояние французской армии было хорошим. И даже в отступлении она пыталась обороняться. Но в данной ситуации сама ситуация была такова, что если начинаешь цепляться за промежуточные рубежи, есть риск, что тебя втянут в новое сражение. И тогда при перевесе сил противника это всё кончится плохо. У Суворова ядро армии составляло 1035-1036 в этот момент. Это подавляющее превосходство. У Гринье после сражения должно было оставаться где-то 5-6 тысяч. У Виктора, отделённого от Гринье, около 10 тысяч в двух дивизиях, которые у него были под руками. Был ещё небольшой отряд, в 2000 человек. Лемуана, находившийся на крайнем правом фланге, никак не могшим участвовать в сражении. Он вообще стал отступать к По, перешёл в Пьяченце По на южный берег, уничтожил мост. И должен был как-то сам решать маршрут движения уже по правому южному берегу, на запад, чтобы соединиться хотя бы с войсками Виктора. До Милана от Ады 25 километров. Может быть, 26-27, не больше. Это не так много. Другое дело, что войска гнать на износ после сражения невозможно. Поэтому прошли в два перехода это расстояние. Вечером 17 апреля, между тем, казаки полка майора Мартынова подошли к воротам. Ворота были закрыты. Казаки их открыли. И появились на улицах города. Французы, те, кто ещё не успел запереться в цитадели, бежали перед ними и от них в Миланскую цитадель. Где скопилось примерно 2500 человек. Человек, может быть, чуть меньше. Там была артиллерия, были боеприпасы и то продовольство, которое успели для этого ввести в цитадель. Цитадель, естественно, замкнула ворота. Перед ними была эспланада. То есть, атаковать её так вот в лоб, в лёд, да ещё только лишь казаками, было, конечно, нереалистично. Казаки просто блокировали выходы улиц, ведущих к эспланаде вокруг Миланской цитадели. В городе, между тем, проявилось народное истинное отношение к событиям. Никто не приказывал. Одна власть исчезала на глазах, другая власть ещё не появилась. Сами миланцы, вооружившись топорами, начали срубать деревья свободы. Это символ французской революции, который насаждался с 1789 года, с осени, как символ победы над старым режимом. А потом, когда война вышла за пределы Франции, во всех франкизированных и оккупированных территориях, значит, там везде надо было на площади или на перекрёстках, если большой город, сажать деревья свободы. На них должны были висеть таблички. Либерте, Гадлите, Фротерните, Фригийский колпак, Национальная кокарда. Во Франции бело-сине-красное. В Милане бело-красно-зелёное. Это не памятник, но это примерно такой же символ новой власти. Их начали срубать и сжечь. Туда же бросались фригийские колпаки. А фригийский колпак красного цвета, уже в это время красный цвет – это символ революции. Он обязан был носиться всеми сторонниками республики во Франции. И, естественно, когда французские армии пришли в Бельгию, в Голландию, в Германию, в Швейцарию, в Италию, все сторонники Франции надели, по большей части, фригийские колпаки. Либо из высших классов к своим шляпам начали прикреплять либо французскую кокарду, либо национальных цветов кокарду. Тем самым символизируя своё политическое отношение. Вот теперь фригийские колпаки, кокарды. Вот эти все вывески с лозунгами революции. Доски административные на дверях административных учреждений – всё это полетело в кастры. То есть, Милан очистился от признаков власти французов и Цезальпинской республики. Точно так же в 1996 году, когда Наполеон вошёл в Милан первый раз, значит, Милан очистился от подобного же рода признаков власти австрийцев. В данном случае итальянцы были верны себе. Почему они так поступили? Я уже говорил об этом, повторю. За три года французской власти, которая фактически была оккупацией. Понятно было, что Цезальпина всё-таки это несуверенное по-настоящему государство и держится только поддержкой у французов, по большому счёту. Французы надоели. От них устали. От них устали. Чужаки. Во-первых, чужаки. Во-вторых, контрибуции. Конечно, огромные контрибуции взимались. Французская республика исповедовала максимум. Война должна кормить сама себя. Которую потом взял на вооружение Наполеон, став императором. Далее. Политика. Политика, которую французы проводили на территории Италии. Мы сейчас с этим столкнёмся снова, когда речь пойдёт о огромном размахе антифранцузского движения в центре и особенности на юге страны. Если бы там были только одни контрибуции, может быть... Сослагательное наклонение такое лукавое, но можно предположить, что сопротивление, может быть, не носило бы такого характера масштабного. Но они придерживались атеистической политики. Они выступили гонителями не просто духовенства. Это было бы полбеды. Они выступили гонителями церкви. Как института и способа мировоззрения. Но известность... Религии. Веры. Вера. Скажем так, вера. Во Франции вообще культ был в ужасном положении. Там во время диктатуры и кабинцев, и в первые месяцы и термидрианцев почти невозможно было отправлять богослужения. Нет. Были так называемые присягнувшие священники. То есть, те, кто присягнули Конституции. Но к ним не ходили. Не хотели ходить, в общем-то, и к нашим обновленцам в 20-е годы. Не очень их признавая настоящей церковью. При всех их потугах. Конечно, их считали порченными. Ненастоящими. Что они предали догмат веры. Подчинившись богопротивной власти. Но кое-как это существовало. Пока Наполеон не взял, став первым консулом, дело наконец-то в свои твердые руки. Не был создан конкордат с папой. И культ возобновился в полном объеме. Но под контролем государства. И каждое воскресенье молитва о долголетии и прочности власти консулов теперь возносилась во всех католических церквах. Потом также устроили гугенотский храм и все остальные исповедания. А здесь поступили просто чудовищным образом. Церкви не просто закрывались. На глазах у народа их грабили в прямом и переносном смысле этого слова. Я подчеркиваю, что это были чужаки. Да. И это были чужаки. Не, это не местные крестьяне. Вот крестьяне точно нет. Про горожан тут было все очень сложно. Города по большей части, в особенности на севере, они приняли французов. Ну, ремесленно-буржуазное население, конечно, все ограничения падают. Появляется возможность для экономической, социальной активности. Появляется возможность участвовать в местном самоуправлении. То есть, что было невозможно, конечно, при австрийцах. Там были свои тоже некоторые господа, которые... Присоединились. Да, перекрестились во французскую веру и тоже явились гонителями. Ну, вот теперь кошкам отливались мышки на слезки. Мышки взялись за вилы, за топоры, за ножи, за пистолеты, за охотничьи ружья. То есть, произошел экспорт революционных порядков в те области, в которых не существовало подобных настроений. Предпосылок не было. Да, предпосылок не было. А на юге там еще хуже получилось из-за этого. И вот это оскорбленное, конечно, религиозное чувство, вот оно теперь дало себя знать. Суворов тонко это уловил. И мы чуть-чуть ниже буду говорить, как он предложил это использовать все. В целях именно ведения войны. Поэтому, конечно, оказалось, что достаточно вот этого удара на берегах Ады, чтобы Цезальпинская республика просто начала разваливаться, как карточный домик на глазах. Причем карты не шелковые, лощеные, а из газетной бумаги сделанные в торопях, промокшие под проливным дождем. Это было, конечно, очень болезненным. И это убивало надежды итальянских патриотов, которые все еще хотя бы частично ждали от французов освобождение Родины и объединение ее в единую славную Италию. Да. Поэтому пусть не удивляет наших слушателей то, что творилось вечером и ночью в этот момент в Милане. Суворов придвигался к городу вместе с австрийскими войсками. Розенберг, так как он сражался же на правом крыле против левого французского, он был дальше от Милана, чем австрийцы, действовавшие в центре. И поэтому он отставал на сутки, ведя наши войска и щадя их, естественно, после двухдневных боевых усилий. Поэтому Милас поздно вечером 17-го рядом авампостных австрийских частей въехал в Милан, занял там свою штаб-квартиру. А Суворов появился 18-го с основными частями австрийцев. Когда вступали они в город, миланцы, ну, как положено, итальянцы, толпами уже стояли на улицах с раннего утра. По 10 человек в каждом окне. 15-20, если вмещают на балконе. На крышах в таком количестве, что, очевидно, кого-то надо было постоянно отлавливать за штаны, чтобы он не упал с крыши на мостовую. Всем было безумно интересно увидеть «Ля барби русище казакен», как потом называли их немцы. А итальянцы, надо сказать, когда увидели казаков, их быстро окрестили «Ля руси капуцина». Русские капуцины. Орден капуцинов строгий. Уставом они должны были бороду носить. У нас же почти все были старообрядцы, казаки, большей частью. Они, конечно, бороду носили. Впереди, может быть, я об этом уже и рассказывал, ехал Егор Борисович Фукс, за ним вся многочисленная свита, а уже за свиты ехал на простенькой лошадке в австрийском мундире, мне сказать, в куртке. Ему очень нравились австрийские пехотные куртки белого цвета и в каскетке суворов. Каскетка – это их головной убор австрийской пехоты. Действительно удобнее, чем мундир, чем треугольная шляпа. Рядом с ним ехал Шеттеллер, его начальник штаба. Миланцы забрасывали Фукса цветами, кричали «Белиссимо», тот раскланивался. Суворов был очень доволен тем, что происходило втихую подсмеиваясь над итальянцем, потом очень благодарил Фукса. Наконец, они достигли дворца герцогини Кавальканти, где была штаб-квартира назначена у Сору. Кстати, за сутки до этого там была штаб-квартира Моро. Как видно, это был хороший дворец, который использовался всегда в подобного рода целях. Власти менялись, дворец оставался. Вот здесь уже был устроен прием для миланской знати. Здесь Суворов вышел в австрийском фельдмаршельском мундире. Он вообще во время итальянского похода подчеркнуто носил австрийскую форму. Фельдмаршельский мундир, в первую очередь. И в походных условиях вот эту куртку и каскетку. И был очарователен и любезен, как отметили все дамы. То есть, наш герой, когда хотел, конечно, держал себя великатно. Не знаю, были ли там занавешаны зеркала, но в любом случае он не устраивал обычных своих эскопатов по поводу того, что он отражается в зеркалах. Австрийские войска, между тем, заняли Милан и стали на его улицах биваком. Все. День 17-го отгорел окончательно. Пардон, 18-го отгорел окончательно. Перед этим был обед, на котором ему представили Сюрелье, взятого в плен. И генерала Фресье. И вот по преданию, идущему от Фукса, естественно, тут мы всегда не знаем, чему можно верить, чему нельзя. Егор Борисович, несмотря на то, что вроде бы немец, человек основательный, было пламенное воображение и потуги быть писателем. Барон Мюнхгаузен тоже был немцем. Как известно, да. Он обратился к Сюрелье с переделанным двустишем из шумароков из одной из его басен. Великодушный лев злодея не извергает, но хищный волк его лежачего терзает. Тем самым показывая, что он великодушный лев. Вот после этого там велел одному из ютантов перевести на французский. Сюрелье вообще был потрясен, что русский Калом Калом Каломыч еще и стихами может говорить. Что у русских есть поэзия. Я бы, конечно, понимал, что большинство французов, даже генералы, имели очень смутное все-таки представление о нашей стране. Первый культурный шок они испытали, увидев, что у русских нет рогов, хвоста. Ну, это скорее итальянцы. Это скорее итальянцы. Я не думаю, что до такой степени все было запущено. Если там шутить, то, наверное, от того, что они не увидели белых медведей в обозе. Это уже такая шутка на грани. Кстати, балалайка в тот момент еще не существовала. Позднее появилась. Короче говоря, именно тогда Суворов и сказал, что он возвращает Серюрье его шпагу и может его отпустить. Но на пароль. То есть, при условии, что он не будет в эту кампанию больше воевать. Чем Серюрье и воспользовался. Кстати сказать, русские не давали никогда пароля, то есть, слова, и предпочитали находиться в плену. Нежели чем, значит, сами на себя налагать вот такого рода ограничения. И, кстати говоря, эта традиция продержалась навсегда. Вот то, что мне известно, это вот отказ офицеров, попавших в плен в Порт-Артуре, дать слово и уехать в Россию. Они предпочли находиться в концентрационных лагерях. И во время Первой мировой, естественно, точно такой же отказ давать слово. Даже будучи уже тяжело ранеными инвалидами. Предпочитали только, чтобы их по линии Красного Креста. Но не так, что они вот дадут слово и отпусть. То есть, честь и солдатами тоже очень высоко блюлась. Ни о каких массовых переходах на сторону противника, тем более надевания его формы, сражения в его рядах, речь не шла. Ни в коем случае. Это считалось вообще за бесчестье. Но это среди офицеров. И солдат. Ничего подобного. Солдаты переходили. Дезертировали, не желая вернуться. Но в рядах французской армии... Это редкие очень... Французские может быть. Но у нас же есть примеры массовой перехода на сторону горцев во время Кавказской войны. Ну, не массового. Ну, значительного. А как же Багадеран, полк? Полк – это очень сильно сказано. Я бы сказал, батальон усиленного состава и собранный в течение долгого времени. И существовавшего тоже в течение долгого времени. Это я и не спорю. Примерно такая же часть была и у персов, как известно. И больше всего ценились артиллерии. Так, собственно, я про персов и говорю. Это в Персии происходило. Нет, ну, было некоторое подразделение у Шамиля. Самсон-хан. И у Шамиля были, безусловно. Это мне все прекрасно. Нет, ну, просто нельзя говорить. Но это было относительно массово. Нет, нет. Все-таки это не относительно массово. Тут мы не сойдемся. Ну, как? Ну, так. Вот так. Хорошо. Ну, были. Во всяком случае. Идем дальше. Идем дальше. Я уже не говорю про восстания, так сказать, многочисленные. В том числе и во время войны 1812 года. Крестьянские восстания. Это особая вообще история. Не надо это сваливать все в одно. Я не сваливаю в одно. Я просто указываю на то, что не все так благостно, как вы пытаетесь представить. Я не пытаюсь это представить. Я просто считаю, что обо всем нужно говорить вовремя. Дойдет до 2012 года. Даст Бог. Я об этом поговорю. Минуточку. Я на это отвечу, что вы же протянули ниточку к русско-японской войне. Хотя мы не про русско-японскую войну говорили. Ну, хорошо. Хорошо. Не будем. Все, молчу. Пикироваться. Да. Еще на итальянцев большое впечатление произвело, конечно, очень хорошее поведение русских войск в Милане. Кроме того, это была аж пасхальная неделя. Значит, они были крайне потрясены тем, что русские значит, христосуются. Причем не только между собой, но и с миланцами. Потом обнаружились еще и русские обычаи, в том числе красные яйца. То есть, то, чего все-таки в Италии в заводе таком не было. Но самый большой шок, очевидно, было, когда они увидели настоящих казаков вот этих, и они оказались не только что без рогов и хвоста, но вообще без того, что им рассказывали французы про казаков. Они, значит, им говорили, что вот придут казаки, никого не пощадят, выпьют все, что горит, используют все, что движется, а едят они детей. Вот накалывают на пику четырех, пять, шесть младенцев, значит, те подвяливаются, а вечером, наиболее, подвялись, еще съедают. Судя по всему, в таких рассказах могли еще усердствовать легионеры Домбровского, у которых к русским был, конечно, особый счет. Которые, надо сказать, довольно-таки свирепствовали в Италии против итальянцев. И это позор. Поэтому, когда они увидели русских, это было, в основном, этих страшных казаков, это было, конечно, очень. И там, ну, это не проверить, может, легенда, может, анекдот исторический, что произошло примерно так, как вызвано в знаменитом анекдоте про девушку, которая идет в полночь по кладбищу и встречает молодого человека, который ее выводит с кладбища, он говорит, что вы так боялись-то? Господи, мертвецы же ходят, а чего же нас бояться-то? А там, в этом анекдоте, там говорилось, что вот, значит, они были потрясены, а какие же казаки? Ну, мы казаки. Мама родная. Вот, оказывается. В основном, один из офицеров знал французский казачий офицер. И вот когда он с ними еще по-французски заговорил. Ну, почему нет? Они же были интегрированы в элитию. Я думаю, что Блатов-то прекрасно, наверное, по-французски. Вот я, правда, не думаю, что Матвей Иванович хорошо, но как-то балакать мог. Ну, как-то. Ну, хорошо, может быть, там, не в совершенстве. Там другое дело, что это же, конечно, армейские полки, а не гвардейский полк, где, по идее-то уже действительно в XIX веке точно они французскую мову размавляли. Ну, может быть, все-таки был там. Донские все-таки офицеры были не уж совсем от Сахи. Борис Григорьевич, извините, покоя не дает. Вот вы сказали, что русские офицеры отказывались от этого пароля, и уж тем более никогда не переходили на сторону врага. И, в общем-то, это достаточно хорошо известный факт. Но вот все-таки насколько массовым это было для офицеров других стран Европы? Вот мы с вами как-то обсуждали Жемини, но, честно говоря, это единственный случай, довольно вопиющий, известный мне вообще в эту эпоху. Мне тоже. Но я хочу сказать, я просто этим не занимался, поэтому я не буду так здесь резко грешить. Наверное, если бы это было массово, мы бы об этом знали. Может быть. То есть, вот Жемини, если кто не знает, да, это единственный случай, когда наполеоновский генерал, который был комендантом Смоленска, оккупированного, да, в 1813 году переходит на сторону русской армии, благодаря чему впоследствии его портрет попал в галерею героев войны 12-го года, хотя на самом деле Жемини в это время воевал на стороне врага. Тут есть два обстоятельства, которые не смягчают, хотя в этом случае хотят объяснить его поведение. Во-первых, он не француз. Мы это обсуждали, меня просто это интересовало именно в контексте массовости, потому что я не знаю других примеров, возможно, они были, но, скорее всего, все-таки это было неповсеместное явление, что вот так вот легко перебежал из одной армии и другой. Перебежки нет, вообще их не очень-то уважали, нигде не любят перебежчиков. А вот на пароль это могло быть. И вот только очень серьезно настроенные люди, для которых честь была выше преимуществ, они пароля не давали. Но это хорошо известная история. Мы их в основном знаем по известным людям. Это история Карла Клаузовица. Он же был взят в плен при иене. Он пароля не давал. Ему разрешили съездить в Берлин вещи взять, он там простился со своей возлюбленной, и он дальше уехал назад и состоял при своем принце адъютантом, как он и был, и находился полгода в плену. Использовал хорошо, он посещал все время Лувр. Его любимая была очень образованная девушка, и он лишь не хотел от нее отставать, чтобы хотел тоже разбираться в изобразительном искусстве. Но предпочитали все-таки освобождаться по размену пленными. Это было предпочтительней. То есть, когда давал пароль, это всегда считалось, что он слабый характером. Даже если это не менялось в вину, его старались по службе не продвигать. И намекали, что хорошо бы выйти в отставку. Не стоит так себя вести. Но специально говорю, я статистику не изучал. Есть некие намеки, что это вот в германских княжествах, в австрийской армии такого бывало почаще, скажем, чем в прусской. Гораздо. В прусской, может быть, даже единичные какие-то случаи были. Англичане, по-моему, очень редко соглашались французам дать пароль, а французам англичанам. Тут была взаимная большая любовь, в кавычках. И поэтому... Хорошо. Возвращаемся к этой проблеме. Возвращаемся, конечно, к этой проблеме. Что дальше? Дальше он находится, Суворов наш герой, в Милане. 18, 19, 20, 21, 4 дня. Чем занят он? Ну, представительские функции и общеполитические занимали мало времени. Но он сделал заявление о том, что все, старая власть ликвидируется. Город переходит под административную юрисдикцию австрийцев до конца войны. Милас, естественно, которому и полагалось всем этим заниматься, ликвидировал национальную гвардию, разоружил ее, ввел австрийскую полицию. Не знаю, что там сплошные австрийцы были полицейскими, но полиция была официально австрийская. И обращение венских банкнот. Все, банкноты республики, французские деньги были изъяты из обращения. Это был нехороший знак, естественно. Мы понимаем, что подготовилась оккупация, а потом и аннексия. Суворов это отметил? Отметил, но не возражал пока. Считаю, что его все-таки делала война. Кроме того, все-таки три четверти его армии были австрийцами. И портить отношения с командующим австрийцами из-за этого он не считал пока что нужным. У австрийцев нужны были в деле. Кроме того, все-таки Суворов туда и прибыл с программой восстановления законных властей. Законными властями в Ломбарде были австрийцы до 1796 года. Здесь возразить было нечего. Конфликт начнется в начале лета в Пьемонте. Но об этом разговор впереди. Именно из-за того, что начали делать австрийцы в других мелких государствах Италии. В первую очередь в Пьемонте. Главное внимание он уделил плану дальнейших военных действий. Каковой он и продиктовал Шеттеллеру. По свидетельству очевидцев, Шеттеллер был потрясен. Как? Без библиотеки. Без документов. Он может такой план выдать. Это говорит, конечно, о том, что Суворов действительно в своей голове, как всякий гений, носил и оперативные карты, и дорожную сеть, и статистические данные. И представлял себе очень широко картину театра военной. То есть, Суворов был суперкомпьютером конца 18 века. Мне нравится. Ты же знаешь, мне это не нравится. В принципе, и Наполеон же был таков. Все великие полководцы. Потому, они и великие. Они способны на такую мощнейшую аналитику. Каков же план Суворов? Он сохранился. Он есть в четвертом томе, диктованный маркизу Шеттеллеру. Он показывает размах мышления Суворова. Теперь внимание. Итак, задача, которую ему поставил император Франц в Вене, уже выполнена. Все, он перешел Аду, он освободил Милан. Это более чем. Теперь необходимо двигаться дальше. Такой закон войны. Но австрийцы четко поставили перед ним одну проблему. Что Мантуя, Пьескьера и Пенцегеттоне должны быть осуждены австрийскими войсками. Вот это порочная система австрийского ГОФ-Криксрата. Пока вся территория не будет очищена, никаких новых крупномасштабных действий не предпринимается. То есть, противник получает передышку. Может собраться с силами. Вот этого допустить нельзя. Ни в коем случае. Само оперативное положение в этот момент французской армии было таково. Итак, дивизия Гринье отступает в Пьемонт. Там имеются определенного рода войска. Это гарнизоны крепостей и толовые учреждения. Но для обороны самого Пьемонта этих войск слишком мало. По-прежнему французская армия, побитая при Адзе, находится в расчлененном положении. Более сильное правое крыло под водительством Виктора. Лишилось, отступив на Павию, связи с Гринье и Моро. То есть, с центром своей армии. Центр отходит к Турину, преследуемый разъездами казаков. Расстояние между правым флангом и центром с каждым часом, повторюсь, растет. Такая ситуация, в особенности, если взглянуть на карту, где реки, до этого текшие с севера на юг, начинают искривляться все на юго-восток, чтобы впасть в плащины их воздействия. От роги гор закончилось. Поворот происходит у всех рек. Значит, следовательно, отходя к Павии, они шли не параллельно отступлению Гринье. Они удалялись в противоположном направлении Виктор с его товарищами. И у них теперь оставалась только одна возможность у Виктора. Перейти на южный берег. В область наименовании Эмилия Руманья. И двигаться по южному берегу на запад к Тартоне и Александрии. Или Алессандрии, как говорят итальянцы. Алессандрия – это очень важная крепость, построенная по последнему слову военной науки, фортификация того времени. Я бы сказал, это вторая на севере по значению после Мантуи. Тартона находится несколько восточнее километров, я смотрел, 20-25. Но тоже прикрыто. Тартона прикрыто. Это, господи, по, которое поворачивает в этом месте, начинает плачивать на север. И обтекает истоками с севера Турин. Алессандрия – это южнее, но восточнее Турина. Таким образом, если, что и произошло, Виктор перейдет по, он окажется уже, с одной стороны, защищен от Суворова по, но, с другой стороны, отрезан от Гринье и Морро. Морро и по, и целым рядом рек, впадающих в по. Следовательно, никакой надежды на соединение со стороны Виктора Морро иметь в этой ситуации пока что не может. Далее, если мы посмотрим на карту, мы понимаем, что если Морро решится в этой ситуации, когда Суворов начинает наступать на Турин уже, двинуться южнее Турина на Асти, и далее к Тартоне, чтобы перейти по и попытаться оттуда соединяться с Виктором, который, перейдя по, стоит пока что в Пьеченце на территории Пармы, он подставляет свои фланги и тылы русским. Но даже если он это попытается сделать, у него будет договоренность с Виктором, что Тому тоже движется навстречу, у них нет никакой уверенности, что русские не вклинятся между ними и не перейдут сами по. И тогда катастрофа. Следовательно, делает вывод Суворов. На Морро и Горнье, учитывая немногочисленность пока что их сил, и то, что они не рискнут, вот зная, как себя ведут французы, не рискнут все гарнизоны вывезти из Турины, из других крепостей, собрать в ядро, чтобы добиться хотя бы 15 тысяч кулака. Не стоит на них пока обращать сильного внимания, прикрыться, не более того. А самим необходимо переправиться через СПО и обрушиться на Виктора. Почему? Не только потому, что это сейчас в данный момент главная масса французов после битвы при Аде. Суворов прекрасно понимает, что победа при Аде и падение Милана действует теперь на французские войска, стоящие в Средней Италии и в Неаполе. Что южная армия, она же неаполитанская, теперь придет в движение и постарается как можно скорее двигаться на север, чтобы соединиться с армией Морро и Соединенными Силами нанести русским удар и постараться выиграть компанию и вернуть потерянное. Таким образом. Субтитры сделал DimaTorzok